Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Валерий Бовсыновский. Мы с вами начинаем разбираться в блокчейн. Участники школы могут посмотреть, могут пропустить. В итоге с сегодняшнего занятия мы с вами должны начать блокчейн с того, что отобрать, что такое США-256. Хэш, да? Мы разберем. Для начала информация для, я так понимаю, что могут смотреть люди, которые только начинают изучать питон. Давайте я вам дам основную информацию. Итак, первое. Значит, смотрите. Ребят, когда мы откроем сайт... Итак, друзья, когда мы с вами откроем сайт, кстати, все ссылки есть в описании видео. Blockchain.spb-retu.ru Я буду говорить медленно. В данном видео моя цель, что если вы совсем новичок, не знаете Python, просто я вам разъясню, как вы, используя школу Бовсыновска, организуете свое обучение. Здесь вы прочитаете. Блокчейн с нуля. Поэтому мы сейчас и пойдем изучать сначала хэши. Python плюс язык солидность. То есть это язык эфира, Ethereum, да? Программирование, обучение, разработка смарт-контрактов. Дальше вы найдете, что разработка децентрализованных приложений. Мы немножко сделаем шире, будем разрабатывать приложения и веб, и мобильные. В школе есть для этого все ресурсы. Например, есть разработка приложений здесь на Кодли. Хорошо. Итак, ребят, смотрите. Если вы совсем новичок и ничего не знаете, то в любом случае вы заходите на сайт spb-retu.ru. Это школа программирования, которая работает уже давно. Первое. Обязательно прочитайте. Я собрал материалы, как правильно изучать джанго. Другие методики не работают. Хотите стать программистом? Читайте. Вы спросите. Ну, я хочу изучать блокчейн. А при чем есть джанго? Ребят, нам понадобится серверная часть. Легче способа понять серверную часть, чем изучить джанго? Нет. Значит, смотрите. Когда здесь вы получаете пожизненный доступ, и получаете в том числе и доступ на сайт pro365.net. С него вы можете начать прямо сейчас. Только пока нет логина и пароля, зайти гостем и промотать, и найти, изучаем язык программирования Python от А до Я. Далее вы проматываете, начните с первых уроков и начинаете. Здесь, вверху, у вас могут быть перенаправления на SPB. Ничего, перемотайте страницу вниз, и увидите курсы, с которых можете начать. Ребят, смотрите. Мы будем работать, вот тут есть и по пайчарам, мы будем работать со средой разработки пайчарам. Это самая мощная среда. В школе мы с ней работаем, вы быстро натаскаетесь. Если вы только начали и не знаете об этой среде, то просто набираете пайчарам, пайчарам, и вы попадаете на страницу компании JetBrains, где вы уже сейчас прямо можете скачать версию коммунити, то есть бесплатную версию, и начать заниматься. Чем отличается платная и бесплатная версия? Отличаются они следующим, что в бесплатной версии у вас поддерживается и подсветка кода, и вы можете создавать виртуальное окружение, все что угодно, но профессионально вы не можете, допустим, создавать такие вещи, как Django, Flask, то есть они не включены. Но тем не менее, допустим, начать и работать с блокчейна вы можете уже с бесплатной версией смело. То есть поняли. Поэтому, если не знаете Python, значит шаг 1, покупаем доступ по жизни на spb-tut.ru, дальше занимаемся. Кстати, на SPB можно зайти, введя логин демо, пароль демо, и вы попадете в кабинет. Далее по крутящимся значкам, может они потом, я изменю, что-то собираюсь делать по этому сайту. Но вы можете сразу нажимать и переходить к урокам. То есть ориентироваться именно по значкам SPB. Блокчейн это другой сайт. Но тем не менее, я вам рекомендую построить обучение следующим образом. Если вы не знаете Python, то работаете вот с этим сайтом и сразу работаете с блокчейн. Просто с блокчейн мы в основном будем писать код чистый, вы натаскаете себе на Python. Не забываем, что в школе SPB эта школа построена на видеоуроках, но есть и самостоятельное обучение. Например, практика Python ООП. Потихонечку я ее тоже веду. Смысл здесь. Надо подряд все ссылочки нажимать, все читать, да? И если написано проделать уроки. Посмотрели видео, разъяснились, да? Проделали, пошли в группу. В группе здесь собраны дополнительно к видеоурокам те моменты, например, работа с функциями начала, работа с классами, на которые надо точно поднатаскаться. И на самом деле здесь я давал людям школы задания, они их делали, страниц здесь много. И когда вы начинаете все это проделывать, вы уверенно входите в Python. Так, я немножко отлегся, поэтому давайте цель этого видео было показать, что если вы пришли с нуля, то не переживайте, с нуля вы изучите Python, изучите Django, вникните в Python ООП, и вы спокойно занимаетесь Python с нуля, подключаете блокчейн, спокойно занимаемся тоже с нуля. Но в блокчейн надо уже владеть Python, поэтому вам придется как бы бравировать, да? Работаем с средой разработки PyCharm. Здесь вы на курсе найдете начальным как работать с PyCharm. Обратите внимание, очень важно быть в группе. Ребята переписываются, решают вопросы. Я вам рекомендую создавать дополнительные в почте рубрики, сохранять себе записи где-то по Django, где-то по Python ООП, где-то по типам данных. То есть найти либо в почте, либо найти себе какое-то приложение, допустим, где-то сохранять себе, делать как бы для подсказок вещь. Итак, ссылки, которые необходимо вам изучить, есть в описании видео. Вы четко должны понимать, что придя в школу Бовсуновского, вы изучите Python с нуля и спокойно будете работать и с блокчейн, и с другими библиотеками. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok